В волейболе важна техничность, предельная концентрация и внимание. Всему этому юные спортсменки учатся на дополнительных тренировках и занятиях. Каждая сборная команда стремится показать наилучшие результаты на первенстве школ города по волейболу среди девушек. Перед соревнованиями прошли предварительные игры, товарищеские встречи, до которых оценивали уровень команд. В третий игровой день на поле встретились пять пар. Школе номер 17 удалось обыграть соперниц из 20-й школы со счетом 2-0. Во многом победе поспособствовала группа поддержки. С нами была сегодня группа поддержки из нашей школы. Пришло много человек, все нас поддерживали. Это тоже очень помогает на играх. В прошлые годы не получалось занять какие-то призовые места. В этом году мы с самого начала года начали тренироваться. Очень готовились к этим соревнованиям. И сейчас уже смогли одержать не одну победу. На муниципальном этапе первенства школ города по волейболу среди девушек участвовали 11 команд, которые разделились на две группы. Из каждой группы в полуфинальные и финальные встречи вышли по две команды, которые разыграли призовые места. На школьных соревнованиях мы участвуем каждый год. Каждый год приходит новое поколение из младших классов. Все это наигрывается. Команда очень слаженная. Играем довольно хорошо. Бывают какие-то спорные моменты. Мы, девушки, еще такие с характером. Нам сложно иногда договориться. Но находим компромисс. И мы не обижаемся, главное, друг на друга. В этом году на соревнованиях не было явных лидеров и аутсайдеров. По словам судьи, почти все школьные команды были на равных. По сравнению с прошлым годом уровень женского школьного волейбола стал выше. Девушки лишь немного уступают мальчишкам. Команды сильные, команды стараются, работают. Женский волейбол развивается в городе. Немножко он эмоциональнее, чем мужской. Немножко менее техничный. Но девчонки работают, стараются. Если большой рост, девочки работают над собой, над своими техническими возможностями, физическими возможностями. Победители муниципального этапа первенства школ города по волейболу среди сборных команд девушек поедут на зональные соревнования «Серебряный мяч» в конце декабря – начале января. Вслед за этим в школьных соревнованиях по волейболу сразятся мальчики. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.